В первом микрорайоне водитель самосвала не рассмотрел на дороге легковую машину и, начав перестроение, чуть не раздавил ее. Шофер крупногабаритного Hyundai ехал по второй полосе. Он только что съехал с автомобильной развязки и собрался перестроиться в правый ряд, чтобы не занимать более скоростной левый. Toyota Spasio, за рулем которой сидел 69-летний автолюбитель, водитель-профессионал не заметил. Минивэн оказался под самой кабиной самосвала в районе переднего колеса и в зеркала заднего вида не просматривался. Я виноват, я не отказался. А расскажите, как, что произошло? Во время перестроения попал в мертвую зону, я его зацепил. Я почувствовал, сразу притормозил и ушел влево. А он вылетает все-таки как-то, вот так, передо мной поперек, бьется вот в этом месте ограждение. И потом как мячик отлетает на 180 градусов. Разночтений в словах шоферов не было. Владелец Spasio, водитель с 25-летним стажем, говорил то же самое. Его больше впечатлили скачки по проезжей части после касательного столкновения. Минивэн, получивший удар в заднюю боковую дверь, сначала ударился о бетонный разделитель, перед самым бампером начавшего аварийное торможение самосвала, а потом отлетел на другую часть дороги. Он начал перестраиваться направо. Я попадаю как в мертвой зоне нахожусь. Он меня не видит. Мне удар приходится вот на эту сторону и кидает туда. Оттуда кидает сюда. Никаких споров о виновности не возникло. Со страховкой у водителя грузовика все было в порядке. В ожидании автоинспекторов хозяин Spasio выполнял роль корректировщика, помогая шоферам длинномерных машин проехать узость. Это было в его интересах, поскольку правая часть минивэна еще оставалась целой. С места происшествия Надежда Томченко и Павел Рогатин.